Собираемость платежей за коммунальные услуги падает, появляются новые расходы и новые обязанности. О том, как выйти из кризиса с наименьшими потерями и о работе на ближайшие пять лет говорили в Доме правительства. Система должна функционировать надежно, эффективно, ну и понятно, оно должно быть доступно для карманов нашего населения. В республике 10100 многоквартирных домов. Обеспечить их всеми необходимыми ресурсами задача серьезная. И, разумеется, глобальные проблемы решать нужно комплексно. В перспективе модернизации и внедрения автоматизированной системы энергоучета, что позволит значительно упростить работу. Отсутствие объективного учета не позволяет правильно сформировать топливный энергетический баланс предприятий, определять и оперативно устранять утечки ресурсов. Другая проблема – отсутствие у жителей мотивации к эффективному управлению своим имуществом и недофинансирование ведет к ускоренному обетшанию домов, считают эксперты. И еще одна проблема – частый переход от одной управляющей компании к другой. Из-за этого отчета о финансовых затратах от прежней компании, которая обслуживала дом менее года, жители получить не смогут. Тревожит министерство и низкая платежная дисциплина среди населения. Уже сейчас фиксируется рост неплатежей за коммунальные услуги. Причин тому множество. Результат один – долги накапливаются. Еще одна важная тема – чистая вода. Чтобы обеспечить качественной питьевой водой жителей южных районов республики, а это Шумуршинский, Батревский, частично Комсомольский, нужно провести масштабные работы. В Рио глава Чувашии дал поручение Минприроды и Минстроя разработать правила и порядок реконструкции водонапорных башен. Чтобы сравнять горизонты планирования и прогнозирования, директор Международного центра развития регионов Игорь Миломед выступил с предложением организовать республике инвестационный проект «Чистая вода». Озвученная инициатива от руководителя предприятий ЖКХ по возможному глобальному пересмотру ремонтных и инвестационных программ по поручению главы профильное министерство взяли на карандаш. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.